Девчонки, всем огромный привет! Наконец-то я снимаю видео про свои фавориты. Я очень-очень хотела снять этот ролик, потому что реально настолько мне нравятся средства, что я хочу вам о них рассказать обязательно. Начну я, наверное, с маски для волос, о которой я уже несколько раз упоминала в своих влогах. И эта маска очень давняя любовь, наверное, лет 10 назад и 15 я точно ее использовала в уходе за волосами, когда еще не было такого большого ассортимента. И Нумеро чуть ли не там единственная была маска, которую рекомендовали использовать. Это маска от Brilil и сейчас она выпускается в формате 1 литр. Точно так же я когда-то покупала себе и пользовалась ей. И есть также более удобные тубы, по-моему, там 300-300 мл. Но выгоднее по цене однозначно брать литровую. Да, может быть, это не так удобно, нужно доставать ее постоянно. Аромат такой давний, такой любимый. В общем, хватает ее на очень-очень долго. Использую я ее как бальзам, как маску. И хочу сразу порекомендовать обязательно. Любую маску, которую вы используете, обязательно прочесывать расческой. У меня в ванной вот эта вот расческа, она прям лежит в ванной. И я ее использую четко для прочесывания масок. Совершенно другой эффект, нежели вы просто нанесете маску и как-то просто руками распределите по волосам. Не везде она хорошо равномерно распространяется. И, конечно, эффект, скажем так, хуже, чем от прочесывания. Поэтому, если вы используете маски, обязательно прочесывайте. Возьмите тангл-тизер. Ну, вот у меня от Янеке итальянская такая расчесочка. Она очень-очень классная. Не дерет волосы, не вырывает. И она такая пластичная. Мне нравится. Так что все маски я прочесываю этой расческой. И она тоже вот для этих целей просто самый лучший вариант, на мой взгляд. Вот, это что касается ухода за волосами. Вернулась я к этой маске и безумно рада. Ну, реально классная. Столько лет прошло, а качество не изменилось. Так, далее. По уходу за лицом у меня тоже есть несколько средств, которые я прям очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы обратили на них внимание. Например, вот эти вот ночные капсулы от Estee Lauder. Все мы знаем легендарную сыворотку ночную. Она у меня также есть. И я ее также очень люблю. И вот такие вот капсулы. Это, скажем так, они маслянистые. Вот маленькие капсулки. Внутри находится четкая доза на одно использование. Иногда, когда я хочу и хорошо проработать зоны декольте, я использую сразу две капсулы. Потому что я люблю делать на них массаж лица. Вообще, Estee Lauder сразу рекомендует наносить эти капсулы после сыворотки. Я наношу и так, и просто как отдельный продукт. И вот пока масло не впиталось, я делаю легкий массаж для того, чтобы хорошо запускалось кровообращение и средство еще лучше работало. Например, я делаю вот таким вот скребочком гуаша. Либо у меня есть роллеры, которые также хорошо прорабатывают овал лица. Если чувствуете, что кожа уставшая, тусклая, раздраженная, то сыворотка и вот эти капсулы работают просто отлично. Так, еще одно средство по уходу за лицом, которое просто взорвало мое сознание. Это, можно сказать, салон красоты дома. Учитывая, что я активно сейчас борюсь со своей пигментацией, могу сказать, что в комплексе достаточно успешно и уже есть хорошие результаты, я использую вот такую вот эксфолиант. Это пилинг от Dr. Brand. Многие средства у этого бренда я пробовала. И хочу сказать, что да, эти средства дорогие, но вот лично к этому пилингу, несмотря на его немаленькую стоимость, я однозначно вернусь, потому что это лучший пилинг из всех, которые я пробовала. Пробовала я очень многое и разное, но этот пилинг просто покорил меня. И он настолько круто отшелушивает кожу, настолько хорошо ее очищает, очищает от омертвевших клеточек. И кожа после этого не чувствуется никакой сухости, отлично наносятся потом уходовые средства. И она настолько ровная, настолько глянцевая, настолько чистая. И учитывая, что я делаю некоторые процедуры по борьбе с пигментацией, вот такое вот отшелушивание, оно очень важно в уходе. Но что самое главное, не навредить, не перецарапать. Вот здесь вот все настолько деликатно, но так круто и максимально хорошо очищается кожа. Пилинг отлично шлифует кожу, такая микрошлифовка. Здесь в составе есть молочная кислота. И, не знаю, у меня результаты видны просто отлично. Я использую, ну, там рекомендуется один-два раза в неделю. Я использую два раза в неделю, где-то вот через два дня. И вижу просто прекрасные результаты, поэтому я этот пилинг просто обожаю и куплю его снова. Когда думала показать любимые тональные основы, я не смогла остановиться на одной, вот честно. Потому что у меня вообще очень такая большая коллекция, и все тональные основы, которые есть у меня, они мне реально нравятся. Ну, покажу, наверное, сейчас тем, чем я пользовалась чаще всего, и то, что реально очень классно смотрится на моей коже. Во-первых, новинка от Estee Lauder. Также у меня сегодня несколько средств Estee Lauder, но так совпало. Это новый увлажняющий крем. В нем SPF 45. Опять же, я максимально защищаю свою кожу сейчас, поэтому я обращаю на это внимание. Он классно увлажняет кожу. Она не выглядит пересушенной, она выглядит очень свежей, увлажненной, сияющей. И отлично перекрывает недостатки. Можно наслаивать, можно наносить более легким слоем и более плотным, но все равно не смотрится маской. Очень такое красивое, холеное покрытие получается. И в течение дня также отлично держится, учитывая, что у меня кожа комбинированная. Если кто не знает, сразу скажу, что у меня сильно жирнится Т-зона, у меня достаточно расширенные поры, то, конечно, все равно в течение дня отлично держится. Но я все тональные основы обязательно фиксирую пудрой, потому что иначе я буду сильно блестеть. И еще одна тональная основа, не могу не показать. Она сегодня на мне. Я наносила тон от Clorance. Это тоже такая недавняя новинка. Он делает, а здесь, кстати, SPF 15. Этот тон делает покрытие, ну, идеальное тоже для меня. Перекрывает мою пигментацию. И у меня оттенок 108,5. Каким-то магическим образом этот оттенок настолько подходит мне, что и под тон, и сам оттенок, да, такой немножко, он все-таки больше в бежевый уходит. Я всегда с этим тоном смотрюсь очень свежо. Я не могу объяснить, но, скорее всего, просто мне вот идеально подходит сам тон этого тонального крема. И тоже он очень пластичный, он хорошо распределяется по коже, он хорошо перекрывает недостатки. Он очень послушный и в течение дня тоже отлично держится. Тоже его безумно люблю и могу рекомендовать. Здесь удобная помпа, хорошо дозируется. Он такой очень тягученький, достаточно плотный, не как водичка. Вот, например, если Estee Lauder, он такой достаточно жидковатый. И оттенок у меня 2N1, десерт беж. Вот, этот более такой жидкий. А этот тон, он тягученький и более плотный. Но тоже идеально распределяется. Так что я с двумя фаворитами ничего с этим не могу поделать. Не смогла выбрать между ними. Пользовалась и тем, и тем. Если уже говорить о тональных, у меня есть 2 фаворита в консилерах. Новинка, о которой я прожужжала в своем инстаграм. Уже просто вот бесконечно рассказываю. Немножко запачкалась крышечка, но все равно обожаю. Это бренд Debra. Я буквально недавно познакомилась с косметикой Debra. Хотя много о ней слышала. Но вот мне как-то средства, которые я попробовала, все просто вот зашли на ура. И консилер это просто любовь. Я уже использовала 1 треть. У меня оттенок 0.1. И он просто идеальный. Я не знаю, он настолько невидимый. Но он шикарно перекрывает недостатки. Здесь, кстати, вот такой спонж очень удобный. Я прокручиваю и просто наношу под глаза, возле крыльев носа. И на пигментацию распределяю. С этим консилером я вообще легко ходила. Когда мне не нужен был полный макияж, я просто наношу этот консилер вот сюда вот под глазки, чуть-чуть на пигментацию. Это все идеально распределяется. И все. На этом макияж моей кожи, камуфляж, скажем так, закончен. То есть для дневного макияжа мне действительно хватает только этого консилера. Он настолько незаметно ложится и одновременно перекрывает недостатки. Мне кажется, это идеально. Не собирается ни в какие складочки, ни в морщинки. Ну вот просто любовь. И я очень-очень рекомендую, если вы в поиске хорошего консилера, вот присмотритесь, попробуйте, потестируйте. И я уверена, что вам понравится. Еще одно средство, которое мне очень-очень понравилось, это консилер от Ифраше. И, кстати, оттенок, сейчас я вам скажу, какой у меня. Беж 100. Он чуть-чуть темнее, чем предыдущий консилер. Но также очень круто перекрывает все недостатки и хорошо распределяется, хорошо освежает, убирает синячки. Сегодня он также на мне. Ну, конечно, очень яркий свет и лицо немного засвечено камерой. Но, тем не менее, в жизни это смотрится тоже очень-очень хорошо. Все перекрылось. Реально классно макияж смотрится. Так что, также могу рекомендовать консилер от Ифраше. Сегодня макияж глаз я делала палеткой от NYX. Я также показывала вам ее уже во влоге. Вот я ее тестирую. И, в принципе, мне очень нравится сейчас делать и дневной макияж, если мне хочется чего-то добавить. Я вот с ней играюсь, можно сказать, по полной программе. Сегодняшний макияж я также делала тенями из этой палетки. Использовала матовые коричневые оттенки. И мне нравится пигментация, мне нравится вариация. Много оттенков. Скажу так, это нужно быть либо визажистом, либо очень любить делать разнообразие в мейкапе. Но, тем не менее, я вот прям ее достала и пользуюсь. Мне нравится пигментация, мне нравятся оттенки, мне нравится, как это все носится. Так что, тоже сейчас чаще всего руки тянутся к этой палетке. И хочу также показать аромат. У меня какие-то сложные отношения сейчас с ароматами. То есть, вроде бы мне много что нравится, но вот так, чтобы регулярно рука тянулась к чему-то одному. Вот какой-то такой период был, что мне было сложно определиться с каким-то одним фаворитом. Но, все-таки, я так проследила, что летом и вот сейчас осенью, чаще всего я использую аромат от Leve. Розовая магнолия, пинг магнолия, аура. Этот аромат мне как-то заходит больше всего. Во-первых, посмотрите, какой красивенный флакон. Золото, здесь просто текстура, бумаги. Мне очень нравится дизайн. Мне очень нравится аромат. Цветочно-фруктовый. Он вот без перебора. Держится он, кстати, тоже очень долго. Где-то часов 8-9. В принципе, мне хочется его слышать на себе. У меня не болит голова от него, потому что есть ароматы, которые тяжелые и от них как-то нехорошо. Нет, этот аромат просто шикарно воспринимается мною. И я его люблю слышать на себе. Он просто очень-очень-очень сладенький. Вот такая доза. Хорошо здесь прослеживается магнолия. Он сладковатый, но в меру. Он дает какой-то такой баланс женственности и нежности. Очень нравится. Поэтому, конечно же, это мой фаворит. И я продолжаю им пользоваться. Люблю, люблю, люблю. Вот. Это были мои фавориты, не знаю, осень и лето. В общем, нескольких месяцев. И я надеюсь, что это видео вам понравилось. И что оно было для вас полезным. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Потому что бьюти-видео, к сожалению, не набирают такую популярность, как влоги, например. И хочется, чтобы это видео вы также поддержали. И увидимся с вами в комментариях и в новых видео. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok